Подпольным казино в Троицком и Варненском районах не бывать. Точку в нелегальном бизнесе буквально накануне поставил бульдозер, уничтоживший около 900 единиц игрового оборудования, изъятого у дельцов в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Это уже второе уничтожение одноруких бандитов в течение этого года. В классическом понимании устройства с рычагом сбоку, напоминающим руку, одноруких бандитов в этой куче металлолома не было. Да и в принципе мало что внешне походило на яркие механизмы для высасывания денег и психики у посетителей. Прежде чем оказаться в этой куче, оборудование стояло в местах массового скопления людей, приносило неплохой барыш владельцам. Звон жетонов и шелест купюр существенно ослабляют слух бизнесмена. Слово «нельзя», особенно в игорном бизнесе, правоохранителям приходится повторять громко и по несколько раз. После бесполезных увещеваний в ход идут другие децибелы. Под рёк бульдозера наступает момент истины. Уничтожение происходило без посторонних глаз. Это территория производственной базы официального представителя Росимущества Магнитогорские. Стоящие неподалёку судебные приставы не оставляют сомнений. Это исполнение решения суда, а не какая-то самодеятельность. После передачи правоохранительными органами документов в прокуратуру и в суд, суд принял решение уничтожить игровые автоматы. В 2019 году это второе уничтожение игровых аппаратов. С целью пресечения незаконной деятельности игорных заведений сотрудниками полиции на территории Челябинской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной игорной деятельности. Напомним, по соответствующей статье Уголовного кодекса с начала этого года в Магнитогорске возбуждено два уголовных дела.